Военные России и США обсудили безопасность полетов в Сирии. Было это в режиме видеоконференции. Такие переговоры проводятся для того, чтобы в небе над Арабской Республикой не было ЧП. Сейчас там летает наша боевая авиация и самолеты коалиции. Долгое время стороны не говорили друг другу, какими маршрутами пользуются. Вашингтон отказывался предоставлять координаты, но эта опасная практика наконец прекращена. В очередной беседе Пентагон и Генштаб заверили друг друга, что будут избегать пересечения маршрута в небе. Ну а в Сирии относительное затишье сейчас. Соглашение о прекращении огня продлили еще на двое суток. Об этом договорились по телефону глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. В первую очередь это необходимо для доставки помощи населению. Сирийская армия строго выполняет условия перемирия. В районе Алеппо войска отводят от дороги Кастелло на положенные 3 километра. Для бронетехники и тяжелой артиллерии оборудуют новые позиции. Сирийская армия строго выполняет условия перемирия. И все же затишье в Сирии действительно относительное. За сутки боевики открывали огонь больше 40 раз. Все нарушения перемирия фиксируют мобильные группы российского центра по примирению сторон. Причем стреляют не только запрещенные ИГИЛ и Анусра, но и некоторые оппозиционные группировки. Они отказываются поддерживать соглашение о прекращении огня. В ночное время боевики осуществили поджог данного контрольно-пропускного пункта. В результате чего два человека из числа охраны получили ожоги различной степени тяжести. В настоящее время завершаются восстановительные работы. За минувшие сутки в городе Алеппо нами зафиксировано 10 случаев обстрела гражданских объектов и позиций правительственных сил. В результате обстрела погибло три мирных жителя, семь человек было ранено. Огонь велся со стороны района Рамуси. В данном районе сохраняется крайне сложная обстановка. Несмотря на все трудности, жизнь в районах Алеппо, освобожденных от боевиков, постепенно налаживается. Перемирие позволило жителям отметить Курбан-Байрам, один из двух главных праздников в исламе. Люди буквально наслаждаются этой тишиной. За долгое время они смогли спокойно прогуляться по улицам. Мы надеемся, что это перемирие станет хорошим началом для всестороннего и постоянного решения проблем нашей страны. Мы будем жить в мире и безопасности с нашими семьями и всем народом. Мы с оптимизмом восприняли это перемирие. Мы желаем нашей стране всего самого хорошего и безопасности. Надеюсь, в следующем году Курбан-Байрам пронесет нам всем процветание и хорошее здоровье. Я так рад, что все идет хорошо. Мы можем работать. Курбан-Байрам на этот раз намного лучше прошлогоднего. Ситуация гораздо спокойнее. И с перемирия дела пойдут на лад. Курбан-Байрам